Так, ну что ж, мы продолжаем говорить о работах Мишеля Фуко. И в прошлый раз мы немного проговорили по поводу психических болезней и, соответственно, по поводу возможности подхода к лечению. Но это была первая такая его работа. И сегодня мы поговорим немножко о другом. Это работа рождения клиники, где Фуко прицел внимание ставит вообще институт медицинской клиники. Как он появляется, каковы предпосылки тех или иных изменений. В этом институте преобразовываются. Такие цели он преследует на каждом из этапов. Но если вы выбрали читать это рессе, то, наверное, столкнулись с такой сложностью именно в прочтении. Это довольно тяжело найдет, потому что Фуко говорит о Франции, о истории клиник во Франции. Он много очень отсылает к авторам XVII-XVIII века. Мы как бы не знаем этой специфики, мы не знаем этой истории. Мы немножко от нее далеки. Мы знаем, да? Ну, в том знаем, в окрасте. Тем более в XVII-XVIII веке. Для нас это так немножко загадочно. Поэтому читается немного тяжело, но здесь на самом деле не так важны вот эти исторические моменты, исторические веки, сколько тот подход Мишеля Фуко, который именует дискуссанализм, как понимание вообще культуры, институциональной культуры. Это как раз на примере клиники, мы это разбираем. И как можно рассуждать о клинике, о чем говорит здесь Фуко, на что он нас ориентирует. И тут можно выделить несколько таких узловых моментов. Во-первых, клиника как сообщество профессионалов. И вот здесь же, если вы читали, если нет, я позволю мне небольшой буквально фрагмент зачитать, с чего начинается эта книга. Фуко описывает как в XVIII веке, буквально первая страница. Фуко описывает как в XVIII веке лечили истерию. Это удивительная на самом деле вещь. Когда это читаешь, просто немножко удивляешься и не знаешь, как к этому относиться. Ну, где-то буквально одинаково, я позволю его зачитать. Итак, в середине XVIII века повод лечил и вылечил больную истерию, заставляя ее принимать в ванны от 10 до 12 часов в день в течение 10 месяцев. В конце этого лечения, направленного против высушивания нервной системы и поддерживающего его жара, он увидел пленчатые участки, похожие, цитата, на куски мокрого пергамента, почти безболезненно отделявшиеся и ежедневно выходившие с мочой. Поверхность уретра, в свою очередь, отслаивалась справа, выходя этим же путем. То же самое происходило с кишечником, внутреннюю оболочку которого, отслоившуюся, в другое время мы видели выходящую из прямой кишки. Поверхность пищевого трахея языка, в свою очередь, тоже отслаивалась. И различные куски удалялись из тела больной, либо с арготой, либо с адхатой. Вот с этого начинает размышление Фурко, с этого фрагмента. Это удивительная вещь. В XVIII век врач, доктор, во всяком случае минующий себя доктором и врачом, видит какие-то отслаивающиеся клетки, ткани, похожие чем-то на пергаментное умение. И в этом он видит излечение амтостерии. Возникает сразу вопрос. Что видит этот доктор? Что выходит из организма этой бедной больной, которая по 12 часов в день в течение 10 месяцев лежит в бане? Если мы, тут дальше Сухова об этом размышляет, если мы начнем подобные опыты проводить современным человеком, то вряд ли мы что-то увидим подобное. Ну вот эти вот пергаменты назовем это. Этого нет. И вот это удивительная вещь. Удивительно в том смысле, что доктор видит то, чего нет. И он это описывает, это ход лечения, он это преподносит как какой-то научный трактат, медицинский трактат или что-то еще. Но этого нет. То есть он видит несуществующую вещь, несуществующую в реальности. И при этом он и лев. Сто лет спустя, она здесь тоже какой-то момент такой приводит, тут отслаиваются мембраны. Это уже 1825 год. Что тоже немножко его смущает. Как это вообще возможно, о чем идет речь. Но тем не менее, таким образом конструируется медицинское знание. Медицинское знание, которое к реальности не имеет на тот момент никакого отношения. Соответственно, о чем это говорит? И как равно последствия подобных медицинских практик, они повторяются, они воспроизводятся. Доктора, врачи начинают ссылаться на этот пол. Искать у своих больных то, что нашел этот пол. Не находить. Немножко смущаться от этого, наверное. Все-таки уже доказано, что должно что-то выйти, а не выходить. То есть, тут врач становится ситуацией очень такой странующей, отливной. Эта ситуация очень похожа, на самом деле, на любой современный дискурс, на любую практику современную, в плане той же науки. Мы от этого, на самом деле, никуда не отошли. В том смысле, что мы можем сослаться на какие-то авторитеты, на каких-то мыслителей, ученых, докторов, профессоров и так далее. И сказать, что мы доказали, что так и есть. Вы знаете, вот это особая когорда ученых, британские ученые. Британские ученые доказали, что так и есть. Вот никак. Какие-то мифические такие существа, эти британские ученые. Обычно по радио про них говорят. Что вот, британские ученые что-то там доказывали. Сегодня, пока собирался, слышал, что ученые из Колорадо что-то тоже доказывали. Так что на женских руках больше микробов, чем на мужских. Это потрясающе. Такие находки ученых, которые воспроизводят вот это странное знание. И противопоставить собственное знание, собственное наблюдение авторитетом, полному и кому-то еще, неважно. Это иногда затруднительно. Но это один момент. Другой момент, о котором здесь в этой работе говорит Куко, это клиника как отторжение собственного тела. Когда человек оказывается в больнице, его тело больше ему не принадлежит. Оно принадлежит врачам, докторам, хирургам, анестезиологам и прочим. Это на самом деле такая немножко тревожащая такая ситуация. То есть субъект в этот самый момент становится объектом. Он становится объектом манипуляции. И медицина, начиная с 17-18 века, она начинает делать акцент не столько на больном, сколько на заболеваниях. Появляются первые классификаторы, первые какие-то энциклопедии и так далее. То есть врачи ориентируют на постановку диагноза и на описание именно болезни. Не столько переживаний больного, это не касается никого, это никому не интересно. И в результате больной воспринимается как носитель болезни, а не болезни. И этот подход, он во многом остается и сейчас. С другой стороны, футбол говорит о постепенной, назовем так, профессионализации медицинского знания. Если какое-то время до официальной медицины существовали такие знахари, полдумы, то, что мы сейчас называем нетрадиционной медицины, то медики, объединяясь в сообщество, устанавливают некие правила, опять же, они определяют некую дискурсивную практику, описание, понимание болезни больного и так далее. Создается некая сообщество, вырабатывается на некий язык. И тут же возникают всевозможные комитеты, которые занимаются тем, что обощряют или наказывают практикующих врачей. То есть такое, что-то типа судебного органа. Но что это дает? Это дает определенного рода власть. Кого группа людей может наделять полномочиями врача, доктора, а кого он не наделяет. Это сразу же скрывает еще массы других противоречий. А что делать с этими знатарями и прочими, которые существовали до того, успешно справлялись со своими обязанностями, они лечили, они помогали травками какими-то, еще чем-то. А что с ними делать? Их не допускать. Их нужно изолировать, их нужно убрать у пациентов, страдающих. И здесь же возникает еще один момент. Вот эти медицинские сообщества начинают анализировать болезни всякие, описывать их. И они приходят к выводу, что те или иные соматические болезни определяются образом жизни. Ну это, в принципе, довольно все просто. У бедных свои болезни, у богатых свои. В каждой группе они тоже свои. В каждой социальной группе они свои. Ну вспомните, там, нашу классику хотя бы, там, Тургенева какого-нибудь еще, Толстого, может быть. Чем болели? Чем болели? Вот они сидят там в усадьбе все, где-то там, где-то за городом, в усадьбе все целое лето сидит. А женщины болели исключительно мигренями, там, да, вот какими-то такими недугами. От мигрени очень сильно мучились, страдали, да, отправляли в санаторий. Ах, у меня голова болит. То есть это одни болезни. Да, другие болезни, когда в такой-нибудь женщине-крестьянке ей не до мигрени. Да, у нее толпа детей, у нее там хозяйство, у нее там еще чего-то. У нее другие болезни, совершенно другие. Но это один момент. Другой момент, что там, те же венерические заболевания, ну, абсолютно все имеют специфику именно, принадлежности к какой-либо группе социальной. И тут же возникает сразу другой вопрос. Нужно, перед медикой, по-моему, этот вопрос встает, нужно поднимать, повышать уровень морали и нравственности. Ну, если для того, чтобы болезни не было. Хотя бы тех же генерических, да. Все будут жить в съемьях, никто не будет там куда-то отлучаться и так далее. Все будет хорошо. То есть, часть функций, которые выполняло духовенство, да, перекладывается на медицину. Но, опять же, да, это сразу ставит массу других вопросов, да. Что считать хорошим, что считать плохим, на каких основаниях вы будете говорить, что я живу не по правильным законам, не по правильным нормам и так далее, и так далее. Была масса критики. Это как раз в XVIII веке, перед первой, если я не ошибаюсь, революцией во Франции, когда такие идеи гуманизма были на подъеме, но этот гуманизм исходил от группы лиц, которые считали себя экспертом в этих вопросах, в вопросах морали, нравственности и так далее. Но эти идеи долго не прижились. Они в течение 50 лет с докторов и врачей эту функцию снимают. Они больше не несут в мир мораль, нравственность, другие законы. Другой момент. Когда появляется первая больница, они предназначены в первую очередь для бедных условий населения. Богатые могли позволить себе болеть дома. А болеть дома – это немножко другое, чем болеть в больнице. В больнице мы уже это проговорили. Это отчуждение от собственного тела, это объект манипуляции. В то время как болезнь дома – это уход, это забота. Ну, не знаю, вспомните себя. Прихворайте и домашние вокруг вас. Они не спрашивают о диагнозе. Они не проводят с вами эти страшные процедуры. Они носят вам чай с водой, с малиной. Они приносят вам фрукты. Они заботятся. Они заботятся именно о человеке. Они воспринимают вас как человека. Они нанесли ни в коем случае, как гибболитик. Где у кого в семьях есть медики, там немножко другая ситуация. Там сразу лечение начинается. Даже дома. Но бедные не могут лечиться дома. Почему? Потому что у них нет на это средств. Они не могут подводить себе личного врача, личного доктора, семейного доктора и так далее. Соответственно, что это может повлиять? Это может повлиять распространение болезней. Ну, заражение и так далее. Соответственно, их нужно изолировать. И здесь срабатывает абсолютно та же схема, которую мы обсуждали в прошлый раз. Логика точно такая же, как с психиатрией, как с институтом изоляции. Взять тех, кто нарушает какое-то спокойствие и покой, и их поместить в определенные условия, чтобы они были недоступны, чтобы они не выходили, чтобы они были под контролем, дабы не распространять заразу на окружающих. То есть болезнь имеет, согласно размышлениям Фуку, она имеет у меня еще и классовую природу. В больницах находится бедно. Что еще здесь в этой работе? Сам по себе медицинский дискурс. Если в прошлый раз мы говорили о психически больном, психически больной лишается речи благодаря психиатрам, то здесь в клинике больной находится, по сути дела, в ситуации невизии, в ситуации непонимания. Как раз из-за того, что врачи зачастую говорят о болезнях, не говоря о больном. Что я имею в виду? Они говорят на собственном языке, используя собственную терминологию. То есть когда лежит больной, для врача лежит болезнь, и он с коллегами обсуждает, что делать не с этим больным, а что делать с этой болезнью. Соответственно, он разговаривает. Ну, я не знаю, мне сложно воспроизводить это, но если вы общались, например, не из медицины, а с какими-то программистами, компьютерщиками, если вам доводилось, или попасть еще лучше в компанию этих людей. Находиться очень тяжело, вы не понимаете ни слова. Ну, иногда проскальзывает, там, жесткий диск, который я примерно представляю, что это такое, но все остальные слова в ней просто не ясны, а я нахожусь здесь, я нахожусь с ним, я ничего не понимаю. Точно так в традиции больной. Когда консилиум над ним собирается, и начинается. Термин, 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 термин. Единственное, что он понимает, это союзники, может быть, прилагательные или еще чего-то. Это жуткое невидение, это страшная ситуация, когда человек страдает, и человек не понимает, почему он страдает. Он просто не может этого понять. Вот чем эта работа еще хороша? Вот пересечение вот этих дискурсивных практик и их изучение, вот этих перекрестков. Сейчас это очень такая вещь популярная и интересная. Речь идет о чем? О том, что где, в какой момент я перестаю перепонимать другого. То есть где найти какие-то общие точки соприкосновения к тому же медикам и тем же юристам, что мы говорили на одном языке, как мы его выработали. Или с компьютерщиком, с тем же, с программистом. Вот мне гуманитарием. Но он на меня не посмотрит никогда. Гуманитарии эти какие-то. Ну, свои отношения всего. Надо делать эти вот точки, где мы сможем хоть как-то друг друга понимать. И как раз подход Фуку, да, он пытается вот эти вещи нам объяснить, как-то это обозначить. Но что еще? Что касается отчуждения собственного тела. Вот здесь есть одна глава, которая называется «Вскройте несколько трупов». Это вообще очень интересный момент. И этически очень сложный. И Фуку недаром ему говорить. Мало того, что человеческое тело в клинике отсуждается относителям этого тела. Сама по себе процедура вскрытия, сама по себе процедура вот этого, ну, как-то происходит в медикам, да, в театр внизу. Ну, как раньше происходило, сейчас в театре. Внизу профессор, да, препарирует труп, показывает там что-то. Ну, такой анатомический театр. Да, это еще называется, как-то, кстати, театр. Этически очень сложный момент. Ведь тут Фуку об этом не говорит, но немножко удивительная вещь – это смерть. Да, когда… Это то, что вот мы никак помыслить не можем. Да, это вот такое… Такое окончание глобальное. Мы можем предполагать, представлять, надеяться на что-то там. Да, но обычно это просто… Ну, сложно понять, что это такое. Это вот… Если мы когда нарождаемся, да, это одно. Мы можем как-то пытаться воспроизвести все. Что-то по памяти, что-то по рассказам своих близких, там, мам, баб, родных. Да, и вписать в историю, там, собственное рождение. Ну, личную историю. Мне могут рассказать. Я это ничего не помню. Мне могут рассказать. Что касается смерти, то это вот такая вещь, после которой, ну, кто мне о ней расскажется, как я ее впишу в собственную историю. То есть, это такая ситуация уникальная. Да, это то, что происходит со мной, но это то, что я никогда не пойму. То, что никогда уже не смогу вписать в историю. И вот, медицина, анатомические театры. Понятно, что это служит благой цели, благородному делу, познанию и все остальное, все там связанное. Но, тем не менее, да, происходит манипуляция с человеческим телом. С тем, что когда-то было живым, было с объектом. Но, как раз, в самой по себе практике, глобальной практике анатомического театра демонстрируется вот это восприятие больного, восприятие человека вообще как объект, исключительно как объект. Нужно познавать опухоли, нужно познавать там какие-то отклонения, нужно познавать там деформации тканей, органов и так далее, и так далее. Вот что важно. Вот это первостепенно. А не то, что это там, да, какой-то человек такой. У нас в университете, где я учился, был такой, ну, я не знаю, зачем это там лежало, это было мумия просто. А, мы мышцы изучали. Строение мышц. То есть такое тело мёртвое, без кожи, забальзамировано. Нам показывали мышцы. Я тогда у преподавателей спросил, говорю, ну, это же... Говорит, а, не переживай, это бездомник. То есть, ну, бездомник, не переживай. Все вопросы снимаются. У этого человека нет истории, этот человек не существует. Он, получается, всю свою жизнь прошел для того, чтобы потом быть полезным студентом, который будет изучать его мышцы. Ну, вообще мышцы. Если кто-то учился на медицинском, на биологических факультетах, на психологических факультетах, на психологических факультетах, ну, вот видели все. Мозг, еще чего-то, еще чего-то там, головной, спиной. Все это представлено, все это в баночках, красиво так стоит. Какому бы никаких таких... Удивительно, на самом деле. Удивительно. То есть, человек... Вот, в Делиозе, по поводу которого Фуко сказал, что 20-й век, когда-нибудь назовут веком жиле Делиоза, у него есть такой термин. Человек... Тело без органов. Ну, вот, как-то здесь вот есть такие пересечения в практике, в клинике. Есть человек, все органы, все отдельно. У них нет целостности. И как раз подход такой медицинский, подход именно к болезни, а не к самому человеку. Такой дискус и формирует. Фуко видит очень такие тесные переплетения медицинской власти и политической власти. Как раз, вот, если немножко назад вернуться, вот, к вопросам морали, нравственности и так далее, к функциям, которые переложили на медицину. Здесь для фуко исключительно политический подтекст, исключительно политическая власть, которая реализуется с помощью инструмента медицинского. И здесь играют свою роль политика и экономика. Общество заинтересовано, и власть заинтересована всегда в том, чтобы были люди здоровыми. Но что скрывается за этим интересом? Что должно воспроизводиться? Оно должно воспроизводить блага, духовные и материальные, в том числе. Сейчас это очень четко выражается, в современном менеджменте очень хороший термин есть, который так называется «человеческий ресурс». Это удивительная вещь. Это как раз то, о чем Фуко писал. Он все время не использовал этот термин, он об этом говорил, что человек – это всегда… Забота о человеке – это забота о том, чтобы он приносил какую-то пользу, какие-то там, флага, чтобы он что-то делал, чтобы механизмы работать. И сейчас современный менеджмент к этому пришел на конец, то он говорит о том, что человек – это ресурс. Я не знаю, пока не использует исчерпаемый и неисчерпаемый, но логика примерно такая. То есть вы не работник, вы не профессионал, вы не… не обязательно как это называть еще, вы ресурс. Ресурс, который призван воспроизводить, призван что-то делать, выполнять что-то, какие-то поручения и так далее. и… я сейчас не вспомню, но это уже кто-то из современных, ныне живущих… не вспомню, он тоже француз, он об этом пишет, что если какое-то время назад людей стимулировали, ну, чтобы они там ходили на работу, качественно их выполняли, какими-то материальными благами, все было довольно просто, больше работаешь, больше получаешь денег, получаешь какие-то там бонусы, привилегии и все остальное прочее, то сейчас ситуация немножко другая. Сейчас нужно сформировать такое мировоззрение, да, чтобы человек сам по себе стремился, ну, быть там каким-то успешным, быть еще каким-то, приносящим пользу максимальную, но при этом, ну, такой вот, действующий, как машина, безотказанная, четко, выполняющая инструкции, и так далее, и так далее. То есть вот такой механизм. Но при этом нужно подложить под это какую-то гуманную основу. Дескать, в этом и есть смысл, дескать, ты приносишь пользу. Это очень похоже на вот эти современные менеджерские практики, да, которые называются корпоративная культура. Мы команда, мы единое целое, мы приносим обществу пользу, мы там еще чего-то делаем, вот такое, ну, социально значимое, социально одобряемое, несмотря на то, что мы продаем телевизоры каким-то, телевизором, да, мы несем какую-то истину, да, какой-то свет в виде утюга или там еще чего-то. И вот это нужно формировать. Вот если вы сейчас видите там вот эту рекламу, да, сделай карьеру в Вестере, например. Ну, мне сложно представить эту ситуацию. Карьеру в Вестере. или ты все еще мечтаешь работать в Сбербанке, да, давай мечтай. Там тоже есть какая-то карьера. Это немножко странно звучит. Но тем не менее, да, нужно задавать вот эти вот, вот эти практики такие, социально одобряемые, вот такие, несущие свет. И вот как раз подход к Фуку, он позволяет вот эти вещи немножко описывать, немножко их вычленять, да, немножко критически к ним подходить. ни в коем случае не с позиции морализаторства. Такого, что детская 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 детская, это хорошо, это глупо. Как будто, когда мы читаем Фуку или, ну, каких-то английских ему авторов, мы этого не увидим. Не, ну, кто ищет, знаете, вот. Но мы этого никогда не увидим. с оценки какой-то или еще чего-то такого. Особенно с позиции моральной какой-то. Нет. Это желание описать то, что есть, то, что было, желание описать быту. Вот клиника для Фуку, это, если так немножко реформировать, это институт власти. Опять же, ну, у него везде практически. Любой институт – это всегда власть. Любой навязываемый дискурс – это всегда власть. Это власть, с одной стороны. С другой стороны, это институт, который отчуждает субъекта собственного тела и от собственного «я», в конце концов. И это очень своеобразный, далеко не всем понятный дискурс, который нацелен больше на познание, на углубление знаний своих именно в болезни, именно в восприятии субъекта исключительно как объект. Допустишь, пока еще живой, но мы его точно так препарируем, достаем, анализируем и рядом с ним говорим о всяких недугах, недомоганиях, но на своем языке. Вот такой небольшой комментарий к этой работе. Прям совсем небольшой, потому что работа не очень большая. Это не более чем эссе. Поэтому сейчас я с радостью отвечу на Ваши вопросы, если я не выслушу Ваши комментарии. Как медицинское сообщество отнеслось к этой работе? Изменилось ли что-нибудь в медицинской практике в связи с работой? Или вообще с идеологией, которая очень популярна? Может ли что-то произошло? Мне сложно говорить о медицинское сообщество, потому что оно немножко от меня в сторонке. Но, Игорь, повторюсь, фуку можно читать по-разному. А кто-то, если его читать с позиции морализаторских, то, понятно, медики здесь сразу встанут в оборону. Будут говорить, что вы, это все не так, это все неправда, мы в чем-то не понимаем и так далее. Но здесь речь о другом. Здесь все речь о том, как это формировалось. И что это есть в повседневности того же больного, в повседневности того же врача, но с позиции, даже близким к феноменологии. Что значит быть больным? Что значит лежать на операционном столе? Это значит быть кем или быть чем? А вот эти вопросы, без оценки. Поэтому, смотря как читать. А почему вы думаете, что медики возражали? А может, это действительно медицинский подход? То есть, тут остается только соглашаться и все. Да, действительно, для нас человек это тело, которое нам нужно интерполировать. По-моему, они и сами так считают, или они будут так? Ну, я не знаю, у меня среди моих знакомых, друзей, врачей особо нет. Но есть, но очень мало. Но тут я склонен с вами согласиться в том смысле, что даже детские врачи в детских больницах, они удивительные. Я про травматологов говорю. Травматологи они вообще везде удивительные. Но детские больницы просто меня поражали всегда. Если младший медицинский персонал с детьми всегда, это исключительно уменьшительно ласкательные всякие выражения. Это конфетки, это какие-то танцы, пляски. Это, ну, лишь бы не плакал, лишь бы не боялся, лишь бы чего-то там не делал. Врач, доктор, ну, травматолог, я с ним часто общался. Очень холодно, очень спокойно, без вот этих вот ля-ля-ля, без вот этих конфеток. Сейчас мы тебя вправим. Все. Кричи, не кричи. Ему вот это вот как... Я не знаю, как он это воспримет, если ему это сказать. Для него это такая повседневная, не знаю. Ну, а если с самокритикой все впадет, то я думаю, нормально. Он скажет, ну да, а зачем? Психиатрическое сообщество медицинское – это предмет нашего следующего признака, да? То есть мы и будем, потому что психиатрические больницы, особенно надо? В психиатрии примерно то же самое. В психиатрии, если мы здесь о клинике, вот сегодня, да так, очень коротко, о клинике, ну, условно называемой, там, соматической, где человек отчуждается от тела, то в прошлый раз мы говорили, в психиатрии человек отчуждается от собственной речи, он больше не говорит. Нет того, кто бы, ну, скажем так, сделал его речь легитимной. И в результате субъект точно так же теряется. Но это было раньше, сейчас-то уже наоборот, сейчас уже человек слушает часами, или это не психиатрическая больница, там его не слушают? Психиатрии, я вот... В тех больницах, где мне доводилось быть, да, и наблюдать работу, я не могу сказать, что там слишком часто разговариваю. Когда нам привозили больного, нам привозили случай. И вот... Вот самый подход, он был такой, мы вам сейчас случай приведем, мы вам сейчас покажем шизофрению, мы вам не покажем больного страдающего, мы вам покажем случай шизофрении. А заходит человек, начинает что-то там угородить, рассказывать, но... И наше внимание фокусировали не на нем, да, на... Ну, по сути дела, на чушь, которую он унес. И... Удивляться, да, тому, как его бред противоречит какой-то реальности, которая есть. Поэтому... Я не склонен думать, что... В психиатрии, особенно в нашей, как-то разговаривают именно с больными. Ну, я думаю, это на Западе. У нас там нет, это действительно институт власти, подавлений. Вообще, это человек-то могу сказать? Нет, на Западе чуть-чуть попроще, насколько я могу сказать. Ну, я тоже не могу узнать Совета. Я знаю, что там... Во Франции немножко по-другому похоже. Да, во Франции... Если у нас... Ну, например... В психиатрии невозможен психоанализ. Тот же психоанализ, да. То есть, лечение именно разговоров. То... Франция пока еще держится в этих позициях. Там идут такие... Довольно ожесточенные споры. А с властью, с медициной. Но психоанализики пока оставят в своих позициях лечь. И имеют доступ к больнице. У нас же с этим проблемы, когда вы пожелаете устроиться, например, в психиатрическую пенсию, у вас первым делал вопрос в медицинские тепловые. Хотя... Можно лечить и... Не так. Не препараты. Поэтому... У нас немножко все так печально. Были устрашающие совершенно английские фильмы, в которых... Ну, может быть, это, конечно, фэнтези. Но, в общем, там... Я помню, как героиня, например, которая ведет себя, так сказать, социально опасно с точки зрения больных, в смысле властей, в конце концов, как отвергается лоботония и... И вот начнется. Все хорошо. Эта лоботония, это тоже потрясающая вещь. За вот эту... Находку... Я не помню вот этого ученого гениального, который это придумал. Но он получил Нобелевскую. И это тоже очень интересный момент. Отсылающий нас, опять же, к власти, к... Может быть, не Нобелевскую. Ну, какая-то премия. А может быть, и Нобелевская даже. Я сейчас не буду... Убрать. Но... Человека признали. Такая очень серьезная институция. Они сделали... Этим признанием, да, они сделали легитимным этот метод лечения. И... Там... Любой последующий... Практик, да, который будет эти методы реализовывать, он может... Все в порядке. И это есть. Это признано. И так, и так, и так, и так. Все это тоже в таком моменте очень... Очень интересный, спорный. Эээ... 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 С авторитетом. Уголов всегда к ним относится как к нам? Угу. Ага, ну. Немножко с сарказмом, немножко с иронией всегда критично. Угу.